В детском доме творчества номер один имени Веры Волошиной прошел шестой городской конкурс «Красная гвоздика», посвященный 73-й годовщине освобождения Нарфавинска от немецко-фашистских захватчиков. Этот конкурс стал традиционным и, что отрадно, самое активное участие в нем принимают люди разных возрастов. Организаторы говорят о том, что основной его целью является популяризация различных жанров, стихотворений, песен, сценических постановок на военно-патриотическую тему. Подробно Вячеслав Тютелев. Фестиваль «Красная гвоздика» в этом году оказался особенно ярким и запоминающимся. Его участники, талантливые активисты, подошли к своим конкурсным выступлениям ответственно и серьезно. От этого и результат – дружные аплодисменты, симпатии зрительского зала и высокие оценки жюри. Выступления участников городского конкурса «Красная гвоздика» традиционно посвящены банальной тематике. По условиям конкурса все солисты делились на несколько возрастных категорий. Каждый участник исполнял по одному номеру или песни. Конкурсанты разговорного жанра, хореографические коллективы, хоровые коллективы и ансамбли оценивались отдельно. Профессиональные жюри оценивало выступления участников по разным критериям – исполнительское мастерство, сценическая культура и образ, художественный уровень и умение свободно держаться на сцене. У нас на конкурсе нет первого, второго и третьего места. Нет также лауреатов. Все конкурсанты будут оцениваться в нескольких номинациях. Самое, конечно, лучшее – это лучшее исполнение. «Красная гвоздика» – это конкурс, где каждый может быть услышан. В нем принимают участие как совсем юные ребята, так и старшее поколение. Те, кому уже за 60. И эхо войны такой далекой, но по-прежнему близкой в каждом номере. «Я пожил, а ты не начинал!» Младший отозвался. «Нет, братишка, ты спасайся! Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки! Я не жил, не стоит начинать!» Тут, учтиво немец молвил, битая, отодвинул старенькую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой «Расстрелять!» Елена Хименко участвует в фестивале «Красная гвоздика» третий год. В прошлом году она даже стала победительницей этого конкурса. Признается, что «Красная гвоздика» для нее – это любимая традиция декабря. Я считаю, что это здорово, что примывается патриотическое воспитание современной молодежи. И еще отрадно, что с каждым годом участников становится все больше и больше, что больше людей в этом заинтересовываются. Стихотворения, песни и сценические выступления конкурсантов – и каждая с горечью и слезами по тем, кто пал в боях за отчизну. Так наши современники напоминают о Великой Отечественной войне, вспоминая настоящих героев и их подвиги. Вячеслав Тютерев, Олег Модников, Нарафаминский, Телеканал.